Доброе утро, мои хорошие! Бессовестное животное выглядит вот так. Лежит на моём ноутбуке. Чё, больше места нету, где полежать? Дурачок! Я сейчас выхожу, мне надо успеть до обеда. И нужно выбрать платье. Последнее время мне нравится платье длиной Макси. Вот это платье, кстати, я ни разу не носила. Надо, пожалуй, его надеть. Уже лето заканчивается, оно просто обалденно сидит. Заказывала, как всегда, с моего любимого сайта. Посмотрите, какие классные швы, нигде не торчат нитки. Обалденное платье. Надену, пожалуй, его. Что со мной произошло? Утром я встаю и обнаруживаю, что, оказывается, у меня в аппликейшене не показывается моя карта. Первая мысль, которая возникает у меня в голове, меня взломали, хакеры забрали мою карту. И все дела. Короче, паника, я не знаю, что делать. Я звоню в банк, там целый час стою на линии. У меня сестра и с девочкой, потому что на этой карте было очень много денег. Дозваниваюсь, наконец-то, и мне говорят, что просто срок истек вашей карточки, поэтому она не показывается. Денюшки ваши на месте, и все в порядке. Волноваться не стоит. Обязательно выбрасываем мусор. Мне надо успеть до обеда, и папа начал со мной спорить, что сначала покушай, позавтракай. Я не могу тебя отпустить, пока ты не позавтракаешь. А я понимаю, что если я не успею выйти сейчас, то я просто попаду в обед. И плюс эту карточку нужно ждать три дня. И то есть три дня я не смогу нигде ничего оплачивать. Хотя-то очень печально, на самом деле. У нас были планы. Мой номерочек, слава богу, здесь очереди нету. Мало народу. Теперь моя любимая еда – это вода. Все хлеб. Впервые вижу такую штуку. Выглядит очень аппетитно. Есть с апельсином и есть с клубничкой. Что-то мне очень хочется взять. Цена здесь 1,90. Давайте вот этот возьмем. И дело, мои хорошие, не в том, что я бомжую и у меня нет денег. Я просто деньги не держу на карточках. Стараюсь все деньги ставить под депозит. Правда, там небольшой процент совершенно. Но если эти деньги просто будут лежать под подушкой, там будет процента ноль. А так хотя бы хоть какая-то копеечка. А деньги, которые я делила на потратить, у меня были на этой карте. Сейчас я пришла домой. Папа мне сказал, что оказывается, можно было с этой карточки немножко бабок снять. Несмотря на то, что я дома, мой день проходит очень даже продуктивно. Я решила делать новинку. Называется она расчески. Это пакетики-наклейки. Внутри здесь вот эта сторона будет. Еще украшение. Очень интересно, красиво. Не знаю, сколько пакетиков сделать. Хочу завтра уже выложить новое видео. Все, поэтому работы у меня выше крыши. И клеить мы сможем рандомно. Поэтому берем первую вставочку и приклеим ее сюда. И теперь посмотрим, что нам попалось. Я уже вам рассказывала о том, что я сорвалась. И все-таки сделала заказ Шейн на 150 долларов. И в этом заказе было вот это изумрудное красивое платье. Оно сейчас стоит 21 доллар. Но я купила на флешер с продажи за 12. Правда, лето уже заканчивается. Понятное дело. Но я не могла отказать себе. И решила все-таки взять. И сейчас мне пришло уведомление, что буквально через 3-4 дня посылка будет у меня. И скоро будет мега распаковочка. Еще я взяла вот такое платье с длинными рукавами. Коротенькое такое. Можно даже с осенними колготочками его носить. И кожанкой. Наконец-то заказала вот эти серьги за 1 доллар. Очень красивые такие нежные. У меня всего голубого очень много. И платьев, и кофточек. Поэтому буду носить. Еще вот такие сережки купил. Вообще хотела взять очень много разных цветов. Но просто сначала надо попробовать. Посмотреть, понравится мне. Будет удобно в носке или нет. Есть еще вот такие нежно-розовые. По идее, хотелось бы и такие, и такие. Потому что стоят они по доллару всего. Да-да-да-дам. Карточка уже у меня. Прошло 4 дня бомжевания. И наконец-то я получила свою карточку. Правда, она не того дизайна, которая была изначально. Изначально у меня был такой крутой дизайн карточки. А в этот раз здесь написано Ball Card. Айля. Что за хрень? Впервые за последние 4 месяца я была в джинсах. И вот в таком топике с клубничками. На улице, конечно, очень жарко. Я, кстати, хотела снимать для вас мои будни без денег. Так получилось, что срок карточки истек в четверг. И получается, суббота, воскресенье и рабочие дни. Мне пришлось просто бомжевать. Потому что дома нету ни копейки денег. Влеть я так делать не буду. Хотя бы, не знаю, 100 долларов, чтобы дома было. На крайний случай, вдруг что-то произойдет с карточкой. У меня просто все на картах. И это реально очень неудобно. Вот в данном случае, например, я не знала, что делать эти 4 дня. Просто мама с папой тоже уехали в деревню. Поэтому я была совершенно одна с Твиксиком. У Твиксика была еда и слава богу. Вот. Я почти бомжевала, если честно. Именно поэтому не было мукбанка вчера. Просто потому, что реально не было денег что-то купить. С одной стороны, я хотела продолжить снимать для вас влог. И показывать свою жизнь без денег. Как я готовлю себе ужин. Какие я миксы делаю из того, что есть в холодильнике. Нашла консервированную вчера кукурузу. Обрадовалась. Думаю, классно, поем. По идее, можно было у кого-то взять в долг. Но я, если честно, очень-очень не люблю у кого-то брать в долг. Я кому-то дать могу, но просить мне реально очень стыдно. Поэтому я обходилась тем, что у меня есть. В холодильнике были пельмешки, грузинские хинкали. Как-то один вечер обошлась этим всем. И на последние деньги купила кору моему Твиксику. И почему-то именно, когда у тебя нет денег, тебе хочется все и сразу. Хочется роллы. Хочется снять какой-то классный мукбан. Куда-то сходить, чем-то заняться. В общем, закон подлости или, возможно, самовнушение. Не знаю, как у вас. Когда я не продолжаю снимать влог в тот же день. У меня уже другой настрой. Вот мне не хочется продолжать снимать этот влог. Мне хочется начать новый. И мне очень сложно себя заставить продолжать влог. Обычно влоги я снимаю в течение одного дня. Вот, например, я встала и до вечера я снимаю влог в отличном настроении. А этот влог я начала, получается, 4 дня назад. Начала 1 числа. Сегодня уже 5. И мне, по идее, нужно как-то завершить его. Чтобы хотя бы он был 8 минут. И вот я себя прям заставляю. А заставлять я себя не люблю. Поэтому решила с вами попрощаться. Извиняюсь, что влог настолько, наверное, неинтересный. Какой-то бессмысленный. Но впредь буду стараться снимать для вас очень интересный контент. Так что обязательно подписывайтесь. Ждите. Извините, что порой выходят такие влоги. Но я всегда все делаю от своего сердца. Вот если мне хочется, я снимаю. Не хочется, убираю камеру. Стараюсь хоть и небольшие влоги, но каждый день показывать свою жизнь. Огромное вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.